Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 16 января, вторник. Вчера нас занесло снегом впервые за много лет. В это время я оказался в горах, снежные заносы, пришлось откапываться, поэтому извините, вчера я пропустил, пропустил сеанс связи с вами. Сегодня постараюсь наверстать упущенное. Сегодня, как вы, наверное, заметили по моему аутфиту, сегодня у меня воинственное настроение. Будем говорить о практически исключительно военных делах, которые вас последние пару дней интересовали, как я понял, больше всего. Но сначала пару-тройку оперативных сообщений. Премьер-министр Бельгии сообщил, что Евросоюз начал техническую работу по передаче Киеву доходов от активов, замороженных активов Российской Федерации. Речь в данном случае идет не о передаче полностью этих денег в распоряжение Украины, а о использовании налогов на доходы, которые получают европейские банки в результате через налоги и европейские государства от этих замороженных активов. Но, тем не менее, за последние 9 месяцев получено, таким образом, около 3 миллиардов долларов. Это страны Евросоюза, где они замороженные сделали. Одновременно ведется работа по главному вопросу, который нас больше всего интересует. Это о возможности ареста всех 300 миллиардов долларов и передачи в той или иной форме Украине. По обоим вопросам, говоря о технической работе, это говорит о том, что принципиальные вопросы решены. Речь идет о механизмах. И ведется она в ускоренном темпе до 24 февраля, то есть до очередной годовщины агрессии, полномасштабной агрессии РФ против Украины. Этот вопрос должен быть, по идее, решен. Урсула фон дер Ляйн сообщила, что она уверена в том, что Евросоюз сможет преодолеть вето Венгрии на выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов. Она сказала, что, конечно, она бы предпочитала, чтобы этот вопрос был решен в составе всего Евросоюза, но если этого не получится, мы найдем возможность решить его и без Венгрии. Она не раскрывала, каким образом это планируется сделать, но говорила об этом уверенно. Ну и до этого, кстати, до этого, вот буквально на следующий день после того, как Орбан наложил вето на эти 50 миллиардов на их передачу Украине, премьер Нидерландов заявил, что до 24 февраля этот вопрос будет решен так или иначе, но будет решен, передача этих денег состоится. Ну и теперь перехожу к главной теме, которая будоражила умы и информационное пространство в Украине и в Российской Федерации – это уничтожение самолетов российских военно-воздушных сил А-50 и Ил-22. Ну, я в курсе дела, я послушал, что, кто говорит и пишет по этому поводу, но одновременно я поговорил с людьми, которые в теме. Я вам говорил, что у меня есть контакты, которые занимаются поставками вооружения, торговлей по всему миру, они работают и в Европе, и через Атлантику, в Соединенных Штатах Америки, поэтому вот что я вам хочу рассказать. Причем это не просто два самолета, которые были сбиты. Этот акт, то есть значимость уничтожения этих самолетов сравнивали некоторые аналитики с потоплением крейсера «Москва». Ну, так вот, я бы после того, как мне рассказали сведущие люди, что это на самом деле произошло и что это значит, я бы взял на себя смелость сказать, что это поважнее будет, чем потопление крейсера «Москва». Не только по всеминутной значимости этого успеха в СССР, но и в долгосрочной перспективе. Это может являться одним из элементов более полной картины, очень крупных изменений, которые сейчас происходят в стане союзников Украины, в плане поставок вооружений, в плане усилий по обеспечению Украины всем необходимым для победы. Настолько масштабны эти усилия и успех с этими самолетами настолько значим, что это может изменить всю карту военных действий и причем достаточно, но это в лучшем случае, это самый такой амбициозный сценарий, что это может изменить ход боевых действий. Очень быстро, очень. Ну, когда я говорю очень быстро, это не значит дни, недели, это значит несколько месяцев. То есть могут произойти очень масштабные изменения, которые полностью как бы развернут, как американцы говорят, повернут, развернут стол и поменяют места сидящих за ним игроков. Итак, начнем. Что произошло? То есть вот сбитие этих двух самолетов явилось результатом крупной операции, которая была проведена с одной стороны Российской Федерации, а с другой стороны ВСУ. Еще 3-4 недели назад, читая западные источники, я наблюдал такую пессимистичную картину в том смысле, что, по мнению многих аналитиков, Украина в последние несколько месяцев утратила даже не превосходство, а утратила симметрию, что ли, или баланс в области электронной борьбы. И если раньше Украина, ВСУ были даже в каких-то областях, какое-то время были впереди, имели преимущество над Российской Федерацией, то в последнее время писали, что преимущество Российской Федерации в области РЭП стало чуть ли не подавляющим. И вдруг, откуда ни возьмись, происходит чудо. Причем оно происходит чуть ли не одномоментно. Если вы помните, в ходе нескольких ракетных ударов Мордора по Украине, которые вот буквально прошли на прошлой неделе, до двух десятков, как сообщалось, российских ракет были усилиями украинской РЭП, были сбиты с курса, улетели куда-то и попали далеко от намеченных целей. То есть, они фактически были обезврежены. И это вызвало глубокую озабоченность. То есть, это не одна ракета, не две, а это пару десятков этих ракет. То есть, произошло что-то колоссальное. Причем настолько колоссальное, что подставило под угрозу эффективность главного козыря РФ в агрессии против Украины. Это нанесение ракетных ударов по жилищным объектам, по гражданским объектам, инфраструктуре и по военным объектам. То есть, так дальше продолжать было невозможно. Надо было решать вопрос, надо было найти причину, что произошло и как это исправить. И в этой связи у нас появляется на арене самолет А-50. Назывались разные цифры по поводу этого самолета, сколько его в арсенале Российской Федерации. Я вам скажу то, что я читал у западных аналитиков. На день 24 февраля, когда началась полномасштабная агрессия, западные аналитики насчитывали 10 таких самолетов в составе ВВС России. Из них в рабочем состоянии находилось 5. Остальные требовали ремонта, а поскольку грянули санкции, то возникли проблемы комплектующих. То есть, они застряли, судя по всему, надолго на земле. И так оставалось 5. В прошлом году дронами украинскими был поврежден серьезно один из оставшихся. Оставалось 4. И вот, по состоянию на позавчерашний день, из этих четырех самый главный был вот тот, который был сбит. Он стоил дороже, чем остальные. Дороже потому, что он был напичкан уникальной для России аппаратурой, которая не только могла отслеживать летающие объекты Украины, наводить на цель, но самое главное в данном случае – аппаратура на этом самолете имела возможность корректировать полет собственных баллистических ракет Российской Федерации. Это то, что приняли решение нужно срочно и необходимо сделать после того, как вот эти пару десятков ракет были сбиты с целью, со своего маршрута, и фактически были обезврежены без единого выстрела. И вот эта миссия этого АПСИА плюс ИЛ-22 – это летающий командный пункт. Целью было определить, что за радары новые и где они, радары украинской стороны, и где их местоположение, если такие новые появились. Затем, если это новые радары, то попытаться определить, что это за новые радары. На основании полученной информации должны были быть проложены новые маршруты полета последующих баллистических ракет запуска и траектории полета очередных баллистических ракет Российской Федерации в ходе очередного обстрела. Ну и посмотреть, каким образом можно было применить защиту РЭБ уже с российской стороны, чтобы эти последующие баллистические ракеты летели так, как намечено. То есть, это был важнейший, важнейший полет, важнейшая операция. И поэтому на борту этого самолета находился, я имею в виду А-50, находился заместитель командующего дальней авиацией Российской Федерации. Ну, а раз там генерал-майор находился, то там наверняка остальные были полковники, подполковники. Короче говоря, там собрался весь цвет дальней авиации, ученого мира Российской Федерации, которые работали вот в этой области. И они должны были в ходе вот этого полета все это сделать. Нужно здесь понять, что тот факт, что эти самолеты были сбиты, он явился результатом сложнейшей операции со стороны, комплексной операции со стороны ВСУ и союзников. То есть, нужно было получить информацию разведывательную. Вот что самое главное. То есть, было определено, что такой полет состоится с таким заданием, что будет вот такой бортовой номер, вот тогда они взлетят. И для этого нужно было подготовить то оружие, которое должно было сбить эти два борта, что и было успешно произведено. Теперь возникал вопрос, чем сбили? Сначала говорили, что это были Патриот, но потом посчитали, что слишком быстро для Патриота, для того, чтобы их сбить там, где они были сбиты, нужно было эти Патриот подтащить чуть ли не к линии так называемого соприкосновения, где-то там в районе Геническое, что ли, так? Концово отсекали одну возможность от другой, потом опозоренные Рашенс придумали версию, хотя она тоже была позорная, но, тем не менее, менее позорная, менее страшная для них. Они придумали, что это сами, то есть, называется friendly fire. То есть, своим собственным огнем они и похоронили эти два самолета. Типа вот украинцы при помощи своих систем РЭП, своих радаров, их заманили поближе, значит, к территории Украины. Ну, и таким образом они как-то там нарушили систему опознавания свой-чужой, и российская сторона приняла это за чужие самолеты или ракеты и пульнула по ним. Но, как мне тоже объяснили по этому поводу, российские системы ПВО, в частности, панцирь и другие, которые могли сбить эти самолеты, они находились на таком расстоянии, к которому они не могли их достать. То есть, ну, просто не могли сбить, потому что не долетела бы ни одна российская ракета до этих самолетов, там, где они находились. Что же тогда это произошло? До сих пор было известно, что в распоряжении УСУ находились ракеты Патриот, системы Патриот с ракетами ПАК-2. ПАК-2 – недостаточный полет. Радиус действия ПАК-3. Американцы вроде не объявляли, вот я лично не слышал, чтобы они объявляли официально о поставке ракет ПАК-3, но даже ПАК-3 в том варианте, который есть у американцев, они не летят на такое расстояние. Ну, и тут возникает вопрос, то есть, или же у них появился, в СССР появился модернизированный ПАК-3, который летит дальше, чем заявленный американский, либо это чудо-оружие, одна из разновидностей, о которых я вам говорил буквально в одном из предыдущих видео. Чудо-оружие на пути в Украину. Короче говоря, мне однозначно сказали, что это сбили в СССР. СССР, системы, ракеты были поставлены совершенно недавно, то есть, вот буквально, то ли чуть-чуть накануне, то ли во время, то ли сразу после визита Сунака, хотя это не значит, что это чисто британские ракеты. В общем, сказали мне так, объясняй, объясняй, что они натолкнулись на земную ось. Но такие случаи будут продолжаться дальше. То есть, в результате замешательства, замешательства в Москве в генеральном штабе Мордора, потому что оказалось, что досягаемость украинских ракет намного превышает то, до что рассчитывали в Москве. Это значит, что нужно отодвигать, нужно полёты проводить дальше от границ Украины или границ тех территорий, которые контролирует Украина. Нужно отодвигать ещё дальше центры базирования, базы российские, командные пункты и так далее. А что значит полёты, так сказать, проводить дальше от воздушного пространства Украины? Ну, по разным данным, С-400, они просекаются или могут контролировать пространство. И вот этот самолёт, простите, не С-14, а этот самолёт А-50, значит, он может просматривать пространство на глубину 300-400 километров, но если их отодвинуть на 100, то они уже будут не 300-400, а 200-300. Короче говоря, возможности России координировать воздушное пространство Украины существенно сокращаются. Наведение системы, значит, наведение российских ракет, которые летят на объекты в Украине, значительно сокращается и ухудшается. А самое главное, до сих пор непонятно, а что же так, что случилось, что Украина по взмаху волшебной палочки научилась отклонять баллистические ракеты Российской Федерации от цели. А без решения этого вопроса деваться некуда. Вообще, буквально пару недель назад я читал в американских источниках, аналитических, что Россия в ближайшее время ожидает приток, то ли ожидается приток новых российских, как они называли их, баллистических ракет, то ли это ракеты, которые поступят из Ирана, то ли надо нормально пристрелять и уточнить координацию корейских, северокорейских ракет. Короче говоря, что-то нужно делать, и теперь получается, что делать это невозможно, не получилось. То есть, лишились самых опытных экспертов в этой области, специалистов, потеряли самолет. Самый нашпигованный, те, которые остались, их осталась ерунда, их довести до такого состояния, как был этот, сбитый А-50, вряд ли удастся очень быстро. Ну и очень важный вопрос. Вот когда буквально в первой неделе российской полномасштабной агрессии, я читал про эти А-50, тогда говорили, что вот есть 10 штук, из них 5 на земле стоят, их надо вводить в действие, но даже 10 мало для того, чтобы полностью выполнить все задачи, которые могут возникнуть у войск Мордора в Украине, нужно больше. Говорили, минимум 13 надо. Но теперь вместо 13 появляется вообще 3. Короче говоря, дело швах. Ну и в сухом остатке мы имеем. Внезапно появившееся в Украине чудо-оружие, непонятное для Мордора, что самое страшное, это внезапный прорыв в системе РЭП, внезапный прорыв в области противовоздушной обороны, в плане контроля воздушного пространства, господства в воздухе. Ведь мы совсем недавно говорили с вами о том, что чудеса происходят в России, этого железа, самолёта в разы порядка, несколько порядков больше, чем у Украины, и тем не менее они не могут не то что господства, превосходство в воздухе достигнуть. Вот парадокс нынешних военных действий. Где она авиация и где её роль? Ну и потом вот несколько точнейших ударов, storm shadow по объектам в Крыму показали, что, то есть Украина фактически добилась превосходства в воздушном пространстве, во всяком случае локализованного превосходства в Крыму, а теперь получается, что вообще на значительном пространстве вокруг Украины. Это колоссальное изменение, и они, что очень важно, явились результатом изменения стратегии союзников в плане обеспечения Украины вооружениями и всем необходимым для достижения, для изменения хода войны, для её перелома. И тут мы возвращаемся ещё дальше. Возвращаемся к статье главкома Залужного, которую в своё время он поместил в журнале The Economist, где одна из важных мыслей состояла в том, что в сложившейся ситуации, то есть фактически какого-то обозначившегося статус-кво в ходе военных действий важнейшее значение получают инновационные технологии, то есть новейшие технологии, которые позволят взломать эту ситуацию, поскольку то, на что надеялись раньше, а надеялись раньше на танки, бронетехнику, об этом шли разговоры. Это потом уже появилось, как только поступили танки, начались разговоры, давайте я в 16-е, а до этого были разговоры в основном дайте танки, мы их порвём. Дали танки, а уже это по американским источникам где-то к осени, к октябрю месяцу, якобы. То есть я это лично не слышал от главкома Залужного, но они на него ссылались, что руководство ВСУ пришло к выводу, что танки стали устаревшим оружием на сложившемся поле боя, который гораздо более легко и эффективно уничтожается дронами, а также ракетами, самолётом ударных К-2. Его услышали, как я понимаю, и началась в этом плане работа. И об этой работе я, кстати, вам рассказывал. Буду отсылать вас к тому, что было совсем недавно. Вот видео 653-е. Я вам рассказывал о том, как в Белом доме прошло совещание под руководством Джека Салливана, где он собрал ряд компаний военно-промышленного комплекса, которые как раз занимаются самыми инновационными, смелыми, новыми проектами. Часть из этих компаний – это стартапы, которые были образованы не так давно амбициозными людьми, типа Элона Маска. Я знаю, многие его не любят, я его тоже не люблю, но человек, который… Подвижник в этом плане. Вот такие там собирались, скидывались деньги и на свой стрях и риск образовывали вот эти компании, которые занимаются прежде всего дронами, ударными, разведывательными, системами рэп, затем софтом соответствующим и так далее. Назывались три компании в средствах массовой информации, которые там участвовали. Это Палантир, Андурил, Фортем, но на самом деле их там было много, очень много. Ну и разрабатывали вопрос, как насчёт новейшей технологии, на благо ВСУ. И надо сказать, что часть из тех компаний, которые участвовали в этом совещании, они уже были задействованы в практических проектах вместе с украинской стороной. То есть, речь, с одной стороны, идёт о необходимости инновации, то есть, фактически, идея генерала Залужного, который впервые, я нигде это не читал, в западных источниках, чтобы кто-то из западных аналитиков или военных сказал, что главное сейчас, это инновация, это новейшие совершенно технологии, которые можно сравнить, то есть, настолько новые, что их можно было бы сравнить с когда-то изобретением той революции, которая последовала за изобретением пороха или за изобретением арбалета. Да, вот вам роль человека, профессионала, который знает своё дело. Но, помимо того, помимо вопроса о необходимости новейших технологий и инноваций, вопрос стоял ещё о том, важнейший вопрос, что делать в условиях, когда Конгресс, вернее, не Конгресс, а группа отмороженных, прежде всего, в Палате представителей Соединённых Штатов, ну, а самое главное, когда в результате того, что Трамп является лидером республиканской партии, и он говорит, он бросил этот лозунг своим последователям в Конгрессе и Медцентре Украине, то есть, фактически, группа крайне правых республиканцев фактически заморозила, не заморозила, а подвесила вопрос о помощи Украине. Что делать? Как обходить? Можно ли обходить? Кстати, опериоративная информация в этом плане. Вот буквально вчера в Давосе произошла встреча между Тони Блинкеном, Джеком Салливаном с Владимиром Зеленским, в ходе которой оба американских представителя твёрдо пообещали, что вопрос с помощью будет решён. Я завидую их уверенности, очень хочу уверен, что оно так и будет, но у меня такое впечатление, что в Вашингтоне вряд ли найдётся сейчас хоть один человек, который мог бы, основываясь не на вере, не на том, что он хочет, чтобы так случилось, а на трезвом расчёте предсказать, как оно будет на самом деле, потому что ситуация совершенно сумбурная. Плюс ситуации состоит в том, что, вот я вам говорил, о том, что спикер Джонсон согласовал вот эти потолки, которые будут заложены в новый бюджет страны на текущий год, он договорился, обозначил эти военные, на военные расходы и на гражданские расходы, чем вызвал массу страшного негендования со стороны вот этих отмороженных. И они даже пригрозили ему, что, ежели он пойдёт на это дальше с этим вопросом, то его выкинут с должности, как до этого они выкинули Кевина Маккарти. Но несмотря на это, вот как это сейчас ситуация именно на данный момент, говорят о том, что Джонсон понял, что ему нельзя оставаться марионеткой в руках этих людей, иначе его ждёт судьба Маккарти, а поэтому он якобы пошёл на сделку с Шумером, это шеф республиканского, простите, демократического большинства в Сенате, а также с другими умеренными демократами, с тем, чтобы преодолеть преодолеть сопротивление консервативных маговцев, проще говоря, маговцев, и протолкнуть этот законопроект. То есть, до недавнего времени сотрудничество представителя республиканской партии, правого, Палате представителей, с демократами, это было нечто, о чём нельзя было даже говорить, даже страшно было подумать. И вдруг, вот, судя по всему, говорят, во всяком случае, что Джонсон на это пошёл. Ну, как говорил один мой шеф, вскрытие покажет. То есть, буквально в ближайшее время, в ближайшие недели должно произойти голосование по этому вопросу, пока всё это разговоры. И вот, если там так случится, то это величайшее событие, потому что то же самое Джонсон может сделать и в отношении пакета по Украине. Ему достаточно пойти на сделку с умеренными республиканцами, риганистами, а также с умеренными демократами, и тогда вот эти маговцы остаются за бортом. Получится или нет, как говорится, будем посмотреть, но последние новости сегодня президент Байден пригласил лидеров Конгресса, значит, самого спикера, затем лидера демократического меньшинства Хакима Джеффри в Палате представителей, ну и лидеров республиканской демократической партии в Сенате Чака Шумера и Макконнелла. Вот по этому вопросу. Так что работа по этому поводу ведется, но к чему я веду? Параллельно за прошедшее время, вот как заварилась эта борьба в Конгрессе вокруг помощи Украине, а спикер Джонсон буквально на днях он сказал, что по этому вопросу нам предстоит битва на холме. На холме это вот американское выражение, аналог, помните, в песнях, в советских песнях времен Второй мировой войны песни были о боях на безымянной высоте. И там мы на них, в этой борьбе, на этом холме мы все и умрем, сказал Джонсон. Ну, то есть, вот в таких условиях администрация Байдена не сидела сложа руки и сделала то, о чем только сейчас мы начинаем с вами узнавать. Ну, во-первых, вот я уже рассказал о совещании Джека Салливана с лидерами или руководителями инновационных компаний ВПК недавние, а также о усилиях администрации по организации сотрудничества в производстве оружия для Украины, совместного их производства в той или иной форме между компаниями ВПК США и украинской стороной. Вопрос этот пока держится под семью печатями. Об этом мало кто говорит, но практически никто не говорит. Я нашел одну только статью, которая принадлежит аналитику. Я почему на нее обратил внимание? Потому что аналитик, она работает на Центр информации по оборонным вопросам. Или иногда ее называют Центр оборонной информации. Почему я обратил внимание? Потому что в 80-е годы это был один из объектов проникновения или интереса Вашингтонской резинтуры. Эту организацию открыли, основали два отставных генерала Джин Ле Рок и Юджин Кэррол. Они были американскими патриотами, но считали, что Пентагон ведет неправильную политику, там много расходов нецелевых, уходят деньги, которые не нужны американцам. То есть, это выброшенные деньги американских налогоплательщиков. Этих адмиралов уже нет с нами, они ушли в другой мир. Но организация продолжает заниматься именно военными делами. И как наша резидентура в 80-е годы пыталась выловить оттуда разведывательную информацию, так и сейчас представители этой компании пытаются, им это удается, получать уникальную информацию, в частности, по поводу того, что делает администрация США для того, чтобы обойти саботаж республиканцев Конгресса в плане оказания военной помощи Украине. Идея состоит в том, чтобы наладить совместное производство оружия для Украины. Как это будет опять? Опять это пока аналитик по крупицам собрал там и сям, сейчас я вам расскажу, что об этом стало известно. Американские производители оружия объединяются с Киевом для производства военной техники. США инвестируют в оборонную промышленность Украины на долгосрочную перспективу на случай, если прямая помощь Украине сократится в 2024 году. Вот он, запасной вариант. Это уже у нас ABCD, вариант D. Ну и дальше, значит, почему и как? Оказывается, американским военным подрядчикам, то есть представителям ВПК, не надо разрешение Конгресса на совместное производство оружия с украинскими компаниями и администрация Байдена поощряет американским компаниям ВПК помогать развитию украинской оборонной промышленности. Ну тут вот дальше идет специализация этих аналитиков этой компании. Однако, если правительство США не проявит осмотрительность, то американские налогоплательщики могут в конечном итоге из своего кармана оплачивать счета за расширение мощностей по производству оружия в Украине в течение многих лет. То есть, аналитики не против того, что надо помогать. Но тут идет речь о том, что администрация, пытаясь втянуть предприятие ВПК Соединенных Штатов Америки, должна их заинтересовать. Существует широко распространенная иллюзия, неправильное понимание ситуации, что вот там, в ВПК Америки и в других странах НАТО, страшные акулы международного империализма, которым только вот дай возможность получить контракт, они гротки перегрызут, ничего подобного. Они избалованные люди, они производят авианосцы, они производят самолеты, там, Б-21, истребители шестого поколения работают, они работают как бутики, то есть, производят небольшое количество суперпродукта и массовое производство снарядов 155-го калибра для них это пыль, это ничто. Поэтому администрация пытается их втянуть, а для этого она должна заинтересовать их какими-то льготами, налоговыми льготами, еще что-нибудь там, какие-то послабления, позолотить ручку, как говорится. Ну и самый главный вопрос, самый главный вопрос, ну, организовали, во-первых, в Украине идет война, сейчас уже пишется, что две компании якобы сказали, что готовы выпускать на территории Украины совместно с украинской стороной снаряды 155-го калибра, но с 25-го года. Почему с 25-го года? То есть, они рассчитывают, что война к этому будет закончена и, надо полагать, закончена успешно для Украины, иначе, если бы не успешно, то какое там производство в 25-м году? С другой стороны, вопрос, если там ставится предприятие в Украине, а идет война, наносятся удары сверху, то эти предприятия надо защищать, инвестиции американские, капитал там надо защищать, защищать от ракет сверху, а это должно опять делать, это должно делать государство, то есть, путем поставок дополнительных систем ПВО, там или как-то иначе, а это уже затраты из бюджета, это деньги американских налогоплательщиков, поэтому тут ведется сложнейшее, сложнейшее плетется паутида, проводятся комбинации, каким образом вот все это наладить и втянуть в ЭПК США в эту работу. Ну и пока работа продвигается и достаточно успешно, потому что считается, что совместное производство оружия может избавить Белый дом от политических проблем, связанных с прямой помощью Украине, прямой помощью нужно получить деньги от Конгресса, она всегда может, все зависит от расстановки сил здесь, у кого большинство, где и так далее, это вечная головная боль, а если запустить это помимо Конгресса, вот пошли вы нафиг, занимайте своими мышинами, мышиной своей возней, что хотите делать, а у нас стратегические вопросы мирового масштаба, поэтому мы должны создать такую систему, которая будет работать вне зависимости от того, кто будет иметь большинство в палате представителей и даже кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки, потому что если это запустить, все, а работа сейчас, насколько я понимаю, идет бешенными темпами, если запустить, вряд ли даже Трампу кто-то, даже, вряд ли Трамп даже осмелится все и сможет все это остановить. И, как заявил по этому поводу стратегия Лорд Остин, создание, развитие мощной и самодостаточной украинской оборонной промышленной базы является важной возможностью для партнерства с нашей собственной оборонной промышленности. Ну, и вот, должен сказать, что в декабре в Вашингтоне произошла крупная конференция по оборонной промышленной базе, на которой было представлено 350 представителей промышленности Соединенных Штатов, представителей правительства, там же присутствовали представители европейских стран-союзников для того, чтобы сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия и поддержку борьбы Украины против России. В ходе этой конференции Пентагон подписал заявление о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными с Украинским Министерством обороны и Министерством стратегической промышленности. Была создана межведомственная группа по сделкам с Украиной, которая состоит из представителей Пентагона, Госдепа, Министерства торговли, и что меня особенно порадовало, что там присутствует мадам Пенни Прискер, специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины. И это вдохновляет, господа, потому что это не какой-нибудь там бюрократический червь, для которого главное отписаться там вовремя какую-то бумажку, отчет наверх запустить. Это человек дело с такой же семьи, и сама она вот такая. Поэтому есть все основания полагать, что эта межведомственная группа должна быть очень эффективной. И она сказала, что ее команда будет использовать все доступные средства, это очень важно, все доступные средства правительства Соединенных Штатов в Америке, включая ресурсы, чтобы помочь американским компаниям преуспевать в украинской оборонной промышленности. Это был прорыв, уже прорыв, хотя вы видите, и аналитик пишет, что очень мало информации, кому она не ходила, все ее отфутболивали с просьбой прокомментировать вот эту информацию, но никто не отрицал. Но еще недавно, не в давнем прошлом американские промышленники выражали сомнения по поводу работы в Украине в условиях продолжающейся войны, а сейчас ситуация изменилась, то есть, значит, гарантии им больше дали и уверенности, они наверняка знают больше нас и, наверное, больше большинства представителей украинских властей о том, какие перспективы ожидаются в войне, в боевых действиях на территории Украины, но вот это изменение, которое произошло буквально последние месяцы, наводит меня на мысль о том, что они видят позитивные изменения и они видят лучшую перспективу, чем это представляется многим нытикам, аналитикам, которые кричат там Путин и так далее, мы знаем эту информационную войну и так далее. Ну и что еще? Администрация держит свои карты на замке в отношении конкретного соглашения, конкретных соглашений о совместном производстве, несмотря на то, что усилия по совместному производству вооружений уже начались, ну и тут же подхватили это немцы подхватили это дело и по этому поводу Рейн Мэттл вы знаете, наверное, эти сообщения очень заинтересован в соглашении и открытии предприятия в Украине по ремонту, а затем по совместному производству бронетехники ну и ряда других предприятий. таким образом в ходе всех этих усилий создается международная сеть, можно так литературно даже назвать международный спрут по производству вооружений, современных вооружений, даже инновационных технологий для оказания помощи Украине и для ее интеграции международной ВПК ведущих стран мира. Ну и по этому поводу даже вот новости из Германии давление войны в Украине меняет высокотехнологичную оборонную промышленность Германии и высокотехнологичная оборонная компания Германии адаптирует свои методы ведения бизнеса в условиях войны в Украине, заменяя бутиковый или пипеточный подход на массовое производство. Ключевым фактором теперь является скорость, как говорят чиновники, скорость производства, доставки и введение приведения систем вооружения в состояние готовности к боевым действиям. В этой связи Шольц назвал эти меры самым масштабным изменением в политике безопасности Германии с момента основания Бундесфера в 55-м году. Вот что я хотел бы рассказать вам в этом видео. Итак, западные союзники, несмотря на проволочки в Конгрессе США с деньгами, работают на дальнюю перспективу, Украина не останется в одиночестве. Один из специалистов, который занят в международной торговле оружием, разработке технологий поставки оружия для Украины, мне сказал, говорит, ты не можешь себе представить, какие деньги уже крутятся в этой сфере. То есть, их это невозможно сопоставить даже с оборонным бюджетом отдельной страны НАТО. То есть, это глыба, это айсберг, который же существует сам по себе. И вот до конца этого года этот айсберг пытаются союзники Украины нарастить или увеличить до таких объемов, чтобы никакие изменения в политике или в руководстве Соединенных Штатов или любой другой страны Запада не смогли это остановить, потому что вопрос об Украине, о том, что она не должна проиграть, она должна выиграть. То есть, вопрос сейчас стоит только выиграть, уже всем понятно, что ничейного результата, типа, она не должна проиграть, но и Россия не должна проиграть, вопрос уже так не стоит. Вопрос стоит о том, что Россия должна проиграть, Украина должна выиграть. И в связи с этим ведется работа на очень большую перспективу. И я могу себе представить, что некоторые сейчас подумали, вот, там, большая перспектива, нам вот сейчас не хватает того, сего и так далее. Всё это понятно, и над всем этим работают вот сейчас, буквально каждый день, каждый день, каждую неделю. Смотрите, появились новые технологии, которые позволяют решать такие вопросы, как уничтожение А50 и ИЛ-22. А ещё я вам называл чудо-оружие. Оно на подходе и в очень близкой перспективе. Поэтому мы можем ждать в ближайшем будущем новых неожиданностей для Мордора, с которым им придётся столкнуться. То есть их ожидают сюрпризы, на которые они никак не рассчитывали. А это меняет и стратегию, и перспективы развития военной ситуации не только в Украине, но и вообще в Европе. Поэтому я вам, вот, в привязке к тому, что только что рассказал, следующее видео я вам сделаю по поводу того, что наговорил здесь Бильд. Бильдет опубликовал якобы секретные планы нападения Российской Федерации на восточный фланг НАТО. Ну и посмотрим на эту статью, на эти планы в более широком контексте, с учётом тех событий, которые я вам сейчас рассказал, которые не рассказал, но они, тем не менее, происходят. Это благоприятное в целом событие для Украины. Поэтому хочу закончить это видео на этой высокой ноте. Как всегда, слава Украине и её вооружённым силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. За нами всё прогрессивное человечество. Оно не может проиграть. Поэтому вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твёрдой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!